всем привет сегодня немного вкратце коротко поговорим о порядке вычислений языке си плюс плюс но перед тем как ну тут даже не особо поговорим а посмотрим на и результаты думаю для вас они будут интересны если вы еще не совсем разбираетесь в этом вопросе короче давайте например первый посмотрим пример первый что мы здесь видим переменная целочисленное и равно 0 и массив размерностью 3 все элементы проинициализированы нулем так как мы помним что в стандарте написано если хотя бы один элемент проинициализирован чем-то то остальные если не указано будут проинициализированы нулем дальше смотрите вот такая вот штука обращаемся по индексу к элементу массива и присваиваем ему вот такое вот значение ну и попробуйте угадать или не угадать вычислить какой будет результат дальше второй пример скажу сразу что здесь есть есть такое понятие неопределенное поведение так вот в этих примерах есть неопределенное поведение и есть определенное поведение которое четко можно определить поэтому поэтому для себя поставьте на паузу и разберите пример 1 дальше пример 2 что мы видим здесь есть перемены x и y и есть какая-то сумма и сумма равно плюс плюс x плюс x плюс плюс то есть что будет в этом случае что будет в этом случае и и что будет в этом случае попробуйте для себя сейчас тоже поставить на паузу и для на бумажечке написать результаты дальше пример 3 есть сумма тоже переменная сумма и она равна f1 плюс f2 y плюс f3 f1 f2 f3 это просто функции вот так вот ваша задача прикинуть и сказать в какой очередности будут вызваны функции какая функция будет первая вызвана какая вторая а какая треть я дальше здесь вызывается функция и в которую передаются тоже до результаты потому что f1 она функция возвращает целочисленный результат f2 тоже и f3 то есть в этом случае тоже скажите в каком порядке будут вызваны функции вот какая первая какая вторая а какая третья дальше пример 5 здесь вы видите через запятую все идет вот через запятую то есть оператор запятая здесь скажите какие функции будут вызваны какая первая какая вторая какая-то рейте дальше пример 6 что мы здесь видим мы видим переменную а равно ноль переменную b равно 0 и b равно скобочках и оператор запятая а равно 1 и потом а плюс 2 чему будет равен b седьмой пример мы вызываем функцию тест 2 тест 2 функция на примене принимает какие-то параметры и их печатает поэтому поэтому в седьмом примере скажите каков будет результат вот восьмой пример восьмой пример у нас здесь и и здесь если f1 и f2 и f3 то что-то будет выполняться здесь скажите в каком порядке будут вызваны функции то есть что будет напечатано на экране потому что при вызове f1 и f2 и f3 и печатается название этих функций выводится на экран девятый пример в девятом примере вот так вот у нас и равно плюс плюс и плюс 1 и в десятом все то же самое только и про инициализировать про инициализировано ставим на паузу но я думаю вы уже ставили на этих примерах и вычисляйте это будет интересно вам в первую очередь для того чтобы сравнить результаты и понять где вы правильно а где вы неправильно определили результат ну а теперь смотрите вот сейчас посмотрим и потом посмотрим вживую как она будет and defined behavior что это такое это означает что поведение не определено так вот вот в этом случае поведение не определено дело в том что результат может быть каким-либо в ар 00 либо в ар 11 вот так то есть траус труп своей книге написал что это поведение не определено но и если покопаться то можно тоже найти потому что здесь ну почему не определено потому что не надо писать код в котором как бы в одном выражении производится и запись и чтение какой-то переменной здесь это происходит в одном выражении поэтому а поведение не определено потому что каждый компилятор может сам решить что ему вычислить заранее вот дальше пример 2 здесь точно также поведение не определено то есть на каждом компиляторе результат может быть разным то есть я это запущу и более того вот здесь у меня сейчас на системе три компилятора у меня клэнг клэнг так говорят но я бы говорил силенг силенг компилятор дальше будет gcc и дальше intel of ski компилятор то есть на трех компиляторах мы посмотрим результат дальше вот здесь вот здесь тоже результат не определен потому что ну как результирующее значение да а вот вызов функции какая первая какая вторая какая третья не определенно в стандарте нет не указано в каком порядке должны вызываться функции здесь точно также стандарте не указано четкий порядок обработки но вызова функции то есть какая функция первая а может быть какие-то функции могут быть вычислены параллельно вот поэтому поэтому если вы полагаете что это 1 это 2 это 3 то это ошибка соответственно ошибка может закажется если вы при так предполагаете это раз а второе это если вы к примеру в этих функциях меняете какое-то глобальное значение и вы в полной уверенности что вызывается эта функция первая в результате при компиляции другим компилятором это может быть не так и ваша и ваше значение которое вы учителяли будут неправильными дальше дальше запятая оператора запятая так чё-то я не поспешил и и не туда скопировал вот здесь с пятого примера здесь 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 результат определён страустру пишет что в случае с оператором запятая с логическими операторами и или или результат четко определён сначала вычисляется левое значение ну то есть вычисления идут слева направо сначала вот это будет вычислено а равно 1 до присвоится а потом к единичке плюс 2 и этот результат присвоится сюда вот точно так же точно так чё-то это вот тут результат не определен будет елки-палки я сейчас тут напутал сейчас 5 сек так переместил я да вот это то что был седьмым он стал пятым вот здесь результат тоже не определен вот а где определен там где у нас запятая вот здесь определен дальше в логе сравнениях вычисления идут слева направо значит будет первая вызвана эта функция потом это потом это ну конечно же если вот здесь эта функция вернет ноль а так как у нас тут и то вот это все вычисляться не будет и либо в противном случае если у нас тут будет или то до тех пор пока хоть какая-то из них не вернет правду вот дальше вот здесь определен будет результат и страус труп написала что это с си плюс плюс 11 то ли в справке я прочитал не помню короче смотрите вот здесь это не определен но пост фикс на и плюс плюс а пресс фикс на и плюс плюс результат определён но это мы проверим дело в том что он был не определен этот результат в том случае когда переменная это и не было проинициализировано когда же она была проинициализирована то все было хорошо но это кстати мы проверим это перепроверим теперь смотрите у меня есть три компилятора как я сказал три компилятора симмейки для всех одинаковые везде стоят флаги единственное меня в баш скриптах экспортируется в первом случае силанг или клэнг втором случае же сиси а в третьем случае интеловский компилятор как я его устанавливал если вдруг вам будет интересно то пишите если будет много лайков и комментариев то я сниму видос но вы быстрее это гугланете сами вот короче есть у меня скрипт который все собирает собирает где он вот он all build sh он запускает 3 сашных скрипта и происходят сборки сборки давайте clear сделаем тут сделаем тут тут сделаем и вот здесь теперь смотрите теперь давайте запустим 1 1 у нас тест клэнг или силанг дальше тут тест жизнь жизнь не вот так вот до тест GCC и вот здесь будет тест Intel C компайлер теперь смотрите результаты там где undefined behavior undefined behavior ну для первого случая не было первый случай у нас какой первый случай где он вот он вот он все три компилятора отработали хорошо и у всех одинаково ну как хорошо все одинаково отработали результаты 0 0 0 попробуйте на своем так как у меня linux ubuntu то я попробовал на linux ubuntu попробуйте у себя это проверить если не сложно вот попробуйте у себя проверить и если у вас результаты не такие пожалуйста напишите что у вас за компилятор windows это может быть мама коси у вас может быть еще счета дальше пример номер два что в примере номер два в примере номер два мы делали вот так вот плюс плюс x плюс x плюс плюс раз второе сумма плюс 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 один и третье вы все ауте выводили сумму раз и вот здесь сумма плюс 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 теперь посмотрим на результаты результаты такие у силенга 4555 уже си 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 пять шесть 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 у интеловского компилятора 4 6 6 6 как вы видите результаты разные то есть реально разные вот здесь у интелла и gcc совпадают вот эти значения но первое значение не совпадает вот короче как вы видите довольно таки легко сломать свою программу если не следовать стандарту дальше пример 3 на примере 3 у нас очередность вызова функции до f1 f2 или f3 какая первая будет вызвана смотрим силенк f1 f2 f3 было вызвано же сиси h1-f2 f3 и интеловские тоже точно также но в принципе принципе нормально хотя я точно не уверен здесь определенный ряд порядок по моему определен это по моему вот здесь но короче если кто-то об этом знают напишите точно потому что я здесь сомневаюсь но по моему здесь не не определён результат то есть какая функция будет вычислить вызвано первое дальше вот здесь 100 процентов результат не определен поэтому это мы можем увидеть давайте посмотрим силенга f1 f2 f3 gcc f3 f2 f1 и intel of ski компилятор f1 f2 f3 то есть здесь не определено какая функция будет вызвана первое либо могут быть какие-то функции вызваны одновременно то здесь сто процентов стандарте даже когда-то я сам читал об этом вот хотя стандарте не читал так вот какой-то кусочек по требованию прочитал и все вот дальше здесь результат пример 5 тоже анды файна дан behavior вызываем функцию не передаем плюс плюс и плюс плюс и чё у нас говорит сленг 12 результат же сиси 22 2 и intel of ski компилятор 12 а теперь там где результат определен смотрим везде одинаковое значение кроме кроме что уже сиси в девятом примере какой-то мусор вот во всех остальных случаях результат определен то есть это запятая это логические сравнения что в девятом примере в девятом примере дело в том что переменная и не инициализирована до в вот здесь в справке написано что результат определен с си плюс плюс 11 со стандарта здесь тоже самое но фишка в том что переменная и не было проинициализирована соответственно соответственно здесь мы видим мусор но когда же у нас переменная проинициализирована то вот на всех трех компиляторах все у нас одинаково одинаково и теперь давайте попробуем все-таки наверное изменить флаг и поставить си плюс плюс 98 для всех трех компиляторов если поддерживают вот потому что у каждого компилятора может быть свой набор флагов ну то есть это в принципе по моему не меняется но вот всякие уровни оптимизации там или warning и они могут меняться и давайте еще раз сделаем тест так где тут пересоберем опа уже одна ошибка почему ошибка чего-то что-то у меня с 11 стандарта интересно а я понял меня инициализация вот такая в третьем не было вот 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 давайте заново заново собрались раз собрались не собрались два и не собрались три в чем дело тут ладно это у нас был это же си си здесь чем ошибка все нормально я дело в том что вот были включены заголовочные файлы и помьют икса а это точно было по моему с 11 стандарта так короче все у нас собралось и давайте посмотрим на результаты на результаты запускаем silang или клэнг gcc и intel of ский компилятор смотрим 9 9 9 10 короче все равно результат не определен если переменная не инициализирована а так в принципе все значения одинаково ну все что мы делали все у нас все у нас совпало короче на этом примере на этом простом примере на этих простых примерах вы убедились что результат работы разных компиляторов даже в рамках одной системы но одного одной операционной системы и одной архитектуры могут отличаться что уж говорить про абсолютно разные архитектуры поэтому будьте внимательны когда вы чё-то там изучаете и читаете по языку си плюс плюс попробуйте е то еще прочитать либо в стандарте либо там справки хорошая справка это cpp reference ну на мой взгляд вот и если там написано undefined behavior то будьте предельно внимательны и второй совет второй совет такой не пишите сложные выражения в этом случае выражение сложное потому что в если вы на него бросаете взгляд и вам нужно задержаться чтобы вычислить что же тут такое будет то тогда это первый путь к вот как раз неопределенному поведению вот когда выражение простые простое выражение в этом случае это если его разбить на несколько выражений то есть сначала может быть плюс плюс x сделать потом x x плюс а проще всего x плюс равно 2 ну если уж на то пошло но избегать его таких сложных выражений выражение должно быть максимально простым вот здесь тоже не такое уж простое можно сказать потому что сразу а а равно 1 а потом вот это один в уме заносим и потом 1 плюс 2 равно 3 вот то есть избегайте сложных выражений выражение должно быть простым вы должны увидеть его и сразу сказать что там делается вот ну а теперь точно все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока